Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и этим видео я начинаю показ моей партии за Корею, причем играет аж 12 человек. Интересная особенность именно этой партии, что все настройки здесь случайные. Карта случайная, ресурсы случайные, возраст мира случайный, в общем, все-все абсолютно случайно. Цивилизации тоже, конечно, были случайные, но мне, вот видите, повезло с Кореей. Тем не менее, небольшой спойлер, не все так радужно у меня было, и, по-моему, в этом и интерес, а не в том, чтобы получить убер-цивилизацию, которой, по-моему, считается Корея, и всех обогнать за 70 ходов и на этом закончить. В общем, партия получилась интересной. Традиционно спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества, для подписчиков же они будут выходить раз в сутки, в всяком случае так планируется. Спасибо спонсорам за поддержку. Ну и прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров и от оскорблений участников. Приятного вам просмотра. Ну я-то не палю, я просто сказал, что это хорошая нация, и я сегодня не женщина. Что там как-то? Паромщик седой, ворота открой, как-то в песне поется. Так, ну что, где ставить город, как считаете? В хорошем месте. Скриншот кинь, подскажем, скриншот кинь. Ставь нам море, вот и все. Так, все, включил, включил по клавиши. Скорее случайная, случайная, карта случайная. Точно не озеро. Я как минимум два озера подсобую. Мне кажется, что это архипелаги. Так, ну надеюсь, сейчас не особо будет мешать оверлейчата. Оверлейчата, думаю, тут достаточно. Так, ну что, выпала мне корея. Если есть возможность такая, просто вот чисто, как возможность, поменьше ставьте просто метки. Я не знаю почему, но у меня просто... Да, у меня та же самая фигня. Тоже все лагает, когда кто-то... Как ромашки ставить? А как ромашки ставить без меток? Воображение используй. Не знаю, как-то тяжко, когда у тебя там, не знаю, городов пять. И тебе надо ромашки под них строить. Можно, я никуда не пойму, прям на бене-кторе. Да, кстати, работает. Или, в том, как картинки совмещать надо было. Сразу с разведчиков начали. Спешатый, короче, прин, скрин, короче, это по Василию. Слег, настоящий стратег. Странное дело. А разумерное море, оно дает полное жилье? Или урезанное как будто? Ты знаешь, тут чудеса все, они не те вещи, которыми называются. То есть любое горное чудо не является горой. Это чтобы бурста не было. Любое море не является морем, получается. Или там озером. То есть это, по-моему, немножко бредово все-таки. Так, с лошадок. Не, ну я же говорю, важно для того, чтобы буста не было. Ну прикиньте, а чудо еще плюс там, не знаю, от кампуса. Кампусам, точнее, это и учение. У меня какое-то что-то качество видео. Это, которое по муккале, если не ошибаюсь, то там как бы сразу пишется о том, что там источник пресной воды. Ну если написано, значит написано. Хотя, вот где-где, а по муккале, я там даже был. По-моему, там пресной воды как-то... Я бы не отважился пить ту воду, которая в этих известняковых штуках. Так, у нас савоны ставятся только на холмах. Проблема в том, что, видите, у меня рядом с городом... То есть, по идее, у меня получается савон только вот здесь где-то можно поставить, а это, получается, будет соседство с другими районами. У нас савоны надо ставить, чтобы не было никакого соседства. Хотя, поверьте, тут не написано про то, что может... Неужели это же... Да, минус науки от каждой соседней клетки района. То есть, и от... центр города тоже районом считается. Зато плюс один от правительственной площади. То есть, савон должен находиться вообще в таком... в таком месте, где он ни с кем не соседствует. Но я тут... Прикол в том, что у меня нету нигде... НЕ РЯДОМ С ЦЕНТРОМ ГОРОДА нету холмов. А тут еще, конечно, посмотреть, но... Пока выглядит именно так. О, вот тут хорошие места какие-то. Вообще, обратите внимание, что рядом с городом нету ни одного ресурса просто. Вообще, просто никакого ресурса... А, интересно, а почему здесь... А, это риф. Тут риф. Просто вот... В третьем радиусе есть... Рыба. И все. Сейчас, конечно, тут побегаю сейчас скаутом. Но у меня такое ощущение, что, конечно, старт... Если не считать того, что нам Корея выпала, старт так себе. Что, далее? Ускорение военной традиции. Неплохо так. Вот тут какое-то интересное место. Хотя... Ни одного холма не вижу. О, слушайте. Так это у нас какая-то морская карта. Похоже на то. Ничего себе. Так, стоп. Тогда мы... Разведчика не будем строить. Нам одного разведчика выше крыши. Сразу давайте строителя тогда. А возраст мира стоял... Случайный. Случайный. Все случайно? Ну, наконец-то мы... Мы сыграли на старом... Уверен. Ну, по моим степям, да. Согласен. Ну, у меня тут какие-то холмы есть. Правда, гор я не вижу. Ну, вот. Гор тоже не завезло. Холмы... Так, это... Парочка на город найти... Закребется, я бы сказал так. Поддерживаю. Так. Я даже думаю, сейчас в два жителя вырастет. Может сразу уже поселенца строить. Потому что если это морская карта и тут мало территории... Да, слушайте, у меня походу настройки графики. Смотрите, что с пшеницей. Сглаживание отключено. Что это за фигня? Все остальное вроде норм. Только сглаживание, что ли, отключено было? У меня все равно какая-то пшеница странная. Не, вот сейчас уже получше выглядит все. Так, блин, давайте, наверное, все-таки реально поселенца строить. То есть, потому что мне этим рабочим нечего обрабатывать. Вот в чем прикол. Блин, и вот реально, где мне в этом городе савоны строить, например? У меня холмы только у кинджу, я пока вижу. Мне нужен хотя бы... О, лошадки. О, лошадки. Так. Ага, тут вот какая-то территория есть. И тут какая-то территория есть. Равнины, равнины. Блин, хоть какой холмик бы, а? Равнина. Ну, первые соседи появились. Так, наверное, мореходство стоит открывать. И кто из вас больше обрадовался нацией? И мне надо сразу, наверное, и корабли строить. А здесь, значит, надо в мастерство... Нет, в международную торговлю. Не нужно. Сразу пойдем. Ну, карта морской выглядит. Тут вот хороший город встанет. Единственное, что негде савон ставить, получается. Зифов, а ты далеко? Савон ставится только на холмах, понимаете? Я, получается, буду без науки на этой карте. Здесь еще надо думать, где савон ставить, потому что... Ну, наверное, вот сюда и, получается, здесь политическую... У него уже восемь эти... Этого правительства... Мистер Адди, скорее всего, за... Маори? Да. Да. Наверное. Да. Наверное. Если он за Маори на такой карте, то ему повезло, конечно. Так, давайте. Куда мы будем... Ходить, смотреть? Тут озеро. Наверное, в эту сторону куда-то идти, ставить город сначала. Потому что тут, конечно, места имеются, но... Савоны невозможно поставить. А в данном случае это самое важное. Корея выпала, а савоны ставить не могу, прикиньте. Вот это подстава. Когда мне еще за Корею дадут поиграть? Да, прогадал я, конечно, с греком. Другой седой? Ну, да. Ну, потому что там седой. Просто там Михаил сказал, что у него лидер седой. Ну, сколько ты далеко отсюда? Довольно близко. Я лучше понял, что мы соседи. Может, как-нибудь договоримся? Так. Ну, пока... Все, паузу убралось, хватит метки ставить. Пока чувак вылетал, я смог метки поставить. Привязательно распланировать, где тут будут районы. Но вот здесь, конечно, с ромашкой могут быть проблемы. Ну, потому что не хочется рядом с савоном что-то ставить. А савон, грубо говоря, либо здесь, либо еще здесь. Еще, скорее всего, я подумаю, что скорее всего здесь поставить. Но, опять же, все равно соседство. Редбо. Редбо. Пишется, не является источником воды. Нажимаю на четверточку поселенец. Клепки соседние указываются как доступ к прессу. Бывает. Блин, надо было плюс. Хотя... Не, давай сейчас удвоенный опыт. Да, бывает. Не знаю. Тут вроде какая-то территория есть. Вот тут я надеюсь, что какой-то... Хоть какие-то... Если тут какие-то холмы есть, то я сюда город поведу, конечно, ставить. Потому что пока как-то... Выпала такая цивилизация, а получается... В общем, анахо-коммунист я тебе показал. Поставить... Савоны нормально не могу, прикиньте. Ходов пару сделай. Да, подстава. Ну, вот здесь, видите, вот холм, да. То есть, например, где-то тут я город могу поставить. Понятно, что на такой карте надо города на побережье ставить. Давай два радиуса. Я два радиуса, блин. Два радиуса. Все по-честному. Не, мы не выкупаем вообще клетки. Хорошая игра все решит. Зачем два радиуса, еще что-то. Хорошо, хорошо. Блин. Ну что, тут нет у холмов, да? Блин, ну это вообще какой-то этот... Полная подстава. Один холм, вот я пока вижу. Один холм, вот он. И тут не выглядит, что тут еще будут холмы сейчас. То есть, тут даже идея не в том, что я нормальные савоны не могу. Я просто никакие научные районы не могу поставить. Потому что научный район Кореи ставится только на холме. Только на холме. Я сейчас, получается, за научную цивилизацию останусь без науки, в принципе. Кстати, Алексей, а тут не стоит мод на то, чтобы нельзя было сейвить культурку с наукой. Или стоит? Не стоит. Да, хорошо. Будешь сейвить? Буду сейвить. Буду сейвить. Блин. Блин, блин, блин. Какая жопа, а? Как же играть теперь? А с этой стороны? Рассинхрончик. Ну, это нормально. Ты надеюсь, что только... Да, после вылетов бывает. Только если ее на счет каждый ход делать. Очень странная карта. Похож на малый континент. О, здесь какой-то холм. Так, так. Так, уже можно думать. Можно вот на этом перешейке, кстати. Ну, как бы, твоя столица далеко. От того места, где еще хотя. Ну, мне хочу сюда еще прийти. Надо решать, куда этого поселенцы ввести. У меня других мест нету. У меня вправо море. У меня влево море. Не поверишь, честно. Давай ты слева чудо, а я справа. На самом деле, это очень на архипелаге похоже, потому что я понимаю сейчас человека на Михаиля. Вот он говорит, что он в какой-то холм. Я родился, и я, в принципе, тоже. Человек на Михаиле. Михаил за Михаила играет. Ты вон возле кофе можешь вполне прекрасно поставить. Ну, у меня просто довольно большая такая... Согласен. Это точно не архипелаг. Возле кофе где? Право. И все ггшки похожи на кофе. Ну, и если такие разногласия по поводу карты, значит фрактал. Я ставлю на фрактал. Между камнями кофе. Ну да, соглашусь, это уже не озера. Хотя у меня аж четыре штуки озера. Ой, да. У тебя осталось. Причите повезло. Блин. Вал только закончил загрузку, а у меня таймер кончился. Так. Нет, надо сначала апнуться. Потому что тут два этих химита. Теперь сходим. А-а-а. Тут какой-то остров. И вот этот один проход, который у нас есть. Я не совсем недалеко. Но я не думаю, что тебе туда надо идти, потому что там нет, кроме меня там ничего нет. Похоже, сюда надо везти город, ставить. А у двух там? Да, друзья, друзья. Поселенец мне. Не слышу тебя. Блин, надо ли. Бесплатный поселенец. А вдруг там чудо у тебя? Надо ли мне... Знаете что, я уже сразу, сразу следующего поселенца сделаю. Просто там один проход в одну клетку. Я не вижу, что мне тут надо было какие-то другие юниты. У меня территория тоже нет. Ну просто, правда, место, конечно. Потому что мне рабочим здесь обрабатывать нечего. Вот сейчас просто. Просто нечего. Выкупать клетки волшебные я не хочу. Хотя должно хватить. Но вот видите, она тут вырастет твоя идея сама. Так. Давайте, наверное, горное дело. Это я открывал специально, чтобы... И на другие островы. Чтобы... Галеру можно было построить. Но не факт, что я теперь... Я хочу, наверное, в темный век выйти. Потому что... Я на остров. Ну не остров, это может быть кишка, конечно, отдельная. Но... Я очень понимаю, что кого-то встречу еще в ближайшее время. Руинок. Одну руинку только нашел вот на этой территории, на всей. Окей. Получается... Добро пожаловать в темный век. Тут вот... Тут вот, походу, уже конец карты. Вот тут немножко конец карты. Городами надо расставлять только в местах... Понятно. ...нахождение холмов. Холм вот у меня где, единственный здесь. С этой стороны. Сейчас надо сюда везти. Это будет широко. Следующий город надо вот к этому холму. Ну, господи. Я не буду терпеть, пока он ко мне караваны своих сраты будет отправлять. Это, кстати, Алексей, мне кажется, уже понял, какая нация. Это я просто объясняю. Ну, когда ты сказал про караваны, я тоже понял, что за нация. Только бездомные, давай как-то, ну, повежливее общаться. Да ну вот, серьезно. Ну, у меня такие нации в соседях, ну... Дипломать, общайся. Сложно с ними в дипломатию играть. Очень сложно. Тебе сложно с нациями играть в дипломатию или с людьми договориться? С такими нациями. Ну, у этих людей тоже уже есть соседи, можно с ними договориться. Ну, хоть ускорение получило, то ладно. Ну да, пока получается так мне надо ставить. Ну, у меня больше, ну, блин, савоны, савоны. А некуда. Ну, слушайте, тут еще холм, я ж могу не сюда, а сюда где-то поставить город. И, кстати, наверное, сюда-то получше. Ты там поселка свободного нету? Нет, нет. Потому что пряности сразу будут обрабатываться, четыре клетки. Я на этой речке буду город оставить. Я сюда город, пожалуй, не буду никакой ставить. Правда, лошади пролетают. Я, в принципе, не хочу ставить гравань. Ну, вард, вот этого сразу. Потому что ты ведь понимаешь, кто-то. И поэтому вары кидают. Ну, раз там он боится его караванов, то явно супергрилл за Панголию играет. То есть, это можно. Забирать не буду, просто помогу. Не против. Помогай, можешь даже забрать. Честь, еще меня? Я думаю, он про этот лагерь варвар. Лагерь варвар? Нет, тут развед просто. Хотя, может быть, они тебя считают лагерем варвар. Тихо. Так, тут стоим. Короче, карточка на двойный опыт для разведчиков немножко не работает, прямо скажем. Нужно было плюс пять против варвара вставить. Не хочу далеко уходить от посела. Хочу пойти сразу. А, это ноль ходов, это просто в тот ход клетка какая-то добавилась, и потом началось это добавляться. Начала это добавлять. Сперва я метку поставил. Все-таки купить лошадь. Мне тут производство надо. Ну, ты друг, поприми, и замиримся, и так дальше. Я готов с тобой дружить, но только при одном условии. Каравана ты свои, пускай ко мне не будешь. Ты готов на таком вот основании дружить со мной или нет? Ну, у меня, в принципе, есть ГГшка, куда я смогу пускать. Можно подумать о дружбе. Ну, хорошо, значит, через сим. Ну, а подожди, а союзы там все такое? Тебя это не устраивает? Ну, у меня есть возможный союзник. Ааа, это вообще ничего. Те, которые ты... Вот это вот в метках? Вот эти районы мы не будем ставить. Которые тебе попилить это? Ммм, что не будет города, да? А если у вас люди для тебя больше союзники, чем могу быть я на расстоянии 20 клеток, то... Блин, даже не знаю. А это просто будут стоять еще далеко. Ничем с этого. Четыре хода посел. Ну, я тут буду стоять, чтобы засвечивать на всякий случай. Я поведу поселенца вот сюда. Тут единственная клетка для совона. Я просто по карте выискиваю единственные холмы. Самый прикол, что именно, ну, вокруг столицы вот этот прикол, что так много холмов. И, главное, рядом со столицей. То есть, получается, у меня будет... Этот саунд будет на три. Ну, три, ладно, три нормально. Вот тут производственный этот, потому что здесь будет шахта, а здесь вот это плюс два от лошади. То есть, по идее, вот этот... И тут еще коммерческий район. То есть, по идее, производственный район должен быть на плюс три. Это хорошо. Хотя ваш континент более привлекательный. Здесь еще салон хорош, потому что здесь мы поставим... Вот здесь шахты будут науку давать. Здесь фермы рядом с салоном будут давать пищу дополнительную. Здесь вообще хорошее, видите, тут и треугольничек можно будет поставить. Поэтому тут не хочу... Тут вот город, ну, в принципе... Только вот лошадей мы теряем, считайте. А так... Ну что, убьется от меня копье, нет? Этот вот город, видите, он и до перца дотянется, и до трюфелей дотянется. Нормально. А, ну все, тут конец уже карты. Ну, я сюда хочу поставить. Ну, зачем? Ну, твои только соседские отношения. Я тебе объясняю. Я, возможно, готов был бы с тобой союзиться по поводу дружбы. Мы уже с тобой договорились. Сейчас ты просто взял и захавал моего... Ну, ладно. Похоже... Похоже, карта на архипелаге стоит. Давай вот так вот сделаем. Напоминаю, что у нас абсолютно случайная карта. Абсолютно случайная стоит. Все случайно. Возраст мира случайный, все случайно. Только стихийные бедствия на тройке и старт-баланс. То есть, по идее, где-то у меня тут должен быть... Стаса Герл думал, что мы с тобой договорились, а вот это действо, оно совсем не подойдет. Когда ты кинул вару, это уже была возможность что-нибудь сделать подгадить. Вот. Ты хочешь сказать... Ты понимаешь, что, ну, маломальский опытный игрок, видя такую нацию, сразу же кидает тебе вар. Возможно, на более поздних стадиях, но, тем не менее. Я просто не знаю, куда ты сейчас там спешишь выйти. Ну и давай оставлю у реки. Я сразу куплю, наверное, свининок. Тут как раз очень хорошая клеточка для развития. Тут вообще с производства не будет вообще в городе. Знаете, я даже постою под выстрелами. Он не должен меня убить сразу. Давай строим на рис, который... Давайте, наверное, строителей. В беду-беду. Тоже у реки. Надо производство немного. В койме ты имеешь в виду, который риск? Не строителей надо. Да. Так, здесь город растет. Тут мы достроим строителей тоже. Как раз к этому моменту, наверное, эта клетка выкупится. Я тогда куплю лошадей, пойду обработаю. Совсем меньше, чтобы ты вот здесь стоишь. Да. Да. Да, не, это интересно. Вообще, совершенно новый какой-то вызов. Совершенно новая карта. По-другому приходится вначале играть. Ты прям по чудам сможешь поставить. Тут в гавани, конечно, надо выходить. Кончарное дело надо открыть. Сейчас здесь поставишь, там, вратно, ядем сразу в навигацию по звездам. Два морских ресурса надо обрабатывать. Ну, это в чихоне будем делать. Кстати, тут тоже холм, да? Тут два холма. Я жду, когда ты посела поведешь, ставлю там город. Ну, посел уже идет, по-другому. Это так звучит, знаете, жду, когда ты посела поведешь. Я его захватываю и его им ставлю город. Нет, тут интересная ситуация. У меня тоже интересная ситуация. У меня тут, скажем так, карта сделала так, что я не могу вменяемо способности своей цивилизации использовать. Я додумал, я один такой. А так как Вала грузился и знает, какая у меня цивилизация? Я, если честно, в таковине вообще не посмотрел, у кого какая. Отлично, отлично. Хорошо сыграно. Хорошо сыграно. У Михаила Седая, я знаю. Здравствуй, Седая ночь. Так, ждем посела. Хорошо тут пока варвары как-то не спамятся. Они появились в самом неудобном для себя месте. Тут я их спокойно могу контролировать. Ну и пока, видите, короче, я выхожу в темный век. Это стопудово. И там уже и савоны ставлю. И, кстати, про савоны. Может мне все-таки сначала в письменность? Варвары подбираются. Мы стоим лечимся. Так, значит, я сюда хочу вставить город. Зифус, а нафига ты там поставил-то? Я теперь вот где хотел, не могу поставить на лесочке. Так вроде определили жизнь, что сюда. Даже маркер стоит. Твой. Нет, я спросил, ты туда хочешь или нет. Они определились. Ну вот, видите, все проблемы это для того, что мы не поняли друг друга. Выноси его. Дружба, к сожалению. Так, супергерл, мы с тобой будем-то дружить или нет? Еще какая-то территория небольшая. Ну, вот этот город неплохо встал. Поверьте, что надо. То есть, сначала тут не особо много клеток, но, в принципе, они обрабатываться будут. Но мне приходится очень широко ставить города. В другой-другой бы ситуации, если бы я играл в какую-то другую цивилизацию, я бы и здесь поставил город, и тут, наверное, поставил бы город. А так, как бы немножко бессмысленно мне без савона, без холма просто ставить город за Корею вообще, по-моему, нету смысла. Я не знаю, конечно, напишите в комментариях ваше мнение по поводу савонов и Кореи. Ну, у меня просто не будет, у меня просто не будет научного района тогда. Так, ну что, я могу купить торговца или оставить деньги на выкуп клетки. Вот этот добавится? Блин, а почему та добавляется? Потому что у меня стоит... Я куплю торговца. Так, меняю, наконец, карточку дебильную, которая у меня стояла на... Ну, галеры я, конечно, пока не строю, чтобы не получать. Блин, не хватает. Чуть-чуть для пантеона пока. Пантеон надо принять. У меня тут неоткуда веру брать, кроме как из карточки пока. В Раннюю Империю идем. Блин, тут уже жилья не хватает. Нормус у нас стоит 12, которые, как бы, должны быть вместе, ну, смысл рядом. Так, поставлю на производство, чтобы хоть какие-то, хоть какое-то производство было. Если бы ты видел мою территорию, то здесь ты понимаешь, что это жесть. Ты ее не видишь, поэтому... Там одна... Один проход, поэтому я тут не мог туда ходить. Так. Что нам тут обрабатывать? Вот проблема, что мы не можем мастерство ускорить, потому что... Нам просто... Нечего... Ну, вот этот холм хорошо, я здесь делаю шахту, да. И пока все. И пока просто все. Наверное, амбар стоит... Поставить в столице. Кто на стратреса забрал, Антон? Признавай. Не я. У меня вообще еще нету пантеона. Антон на что? Стратегические ресурсы. А, не я. Ты имеешь в виду производство стратегических ресурсов, да? Да. Молоточек и... Что-то там еще. Кукурузина. Или что тут? Яблочко. Кукурузина. Вера же. Стратегические ресурсы. Нет, это другой пантеон есть еще, который дает производство и еду. Вот мне интересно, когда они новую циву разрабатывают. Такие сидят. После четвертой. Так. Что у нас будет изображать производство и еду? Молоточки. Давайте в этот раз... Яблоки. 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 И... Слушайте, а что там в пятой циве производство изображает? Молоточки. Молоточки. Потом шестуйся. Так, все, яблоки и молоточки были. Вычеркивайте. Теперь у нас будет кукуруза и шестеренки. Что же будет? Ну, в следующей, наверное, помидорки и наковальни. Наковальня, кстати, была, если очень много производства. Так что... А, наковальня есть. Разве в пятерке молоточки, да? Ну, ты же постоянно там говорил молотки, молотки, сука, молотки. Я молотки говорил, потому что это в прошлых было. А вот что там конкретно... Потому что в четверке, я точно помню, производство было молотки. И когда производство 5 и больше, это наковальня была такая огромная. Ну, пипец просто какой-то. Но я жмякаю, и оно не ставит город. Я не понимаю, почему. Почему у меня в соседях две такие цивилизации, а еще один там вредничает вот так вот. Вот что мне делать? У меня второй город должен был стоять на 15 ход, а сейчас у меня вообще второго города не будет. Блин, ты бездомный. Ты у меня отбираешь звание главного нытика в циве. Теперь... Мне кажется, тебя не превзойти. Меня не превзойти, да? Привет, Михаил. Ну, бывает так. На самом деле, в циве, наверное, когда больше 8 цивилизаций, карта генерируется... Ну, у кого-то будут проблемы, в общем. Вот, к сожалению. Проблем точно не будет, так скажем. Да, да. У меня места очень много, но оно очень-очень плохое. Ну, тут, судя по всему, как сказал Supergirl, старый мир. То есть, тут, похоже, у всех... А город вообще не существует на этой картине. Не знаю, не, может кто-то... А мир старого мира у меня сплошная пустыня и тундра. О! Нифига себе. Не, ну если у тебя одна нация хорошая, то... Маленький. Маленький. Поставится. Угу, Михаила классно, цивилизаций. А, я сегодня далеко отсюда. Так, вернемся обратно лечиться. Тааак. нам сюда надо поставиться и все осушит его уже к это лояльность действует блин хочу сообщить место не будет так пантеончик что тут осталось пища от лагерей на меня лагерь всего лишь один хочу сразу лучники что ты начинаешь тропическом захвачен так что маршру производство на болотах в азисах и поймок рек в пустыне блин не то ли не говорила мне все равно я тебя упорываться буду я сейчас просто она делала как редких и бонусных но у меня нет рудников вообще причем не понятно что брать объясняю я не хочу с тобой воевать я даже просто пошел сейчас разведывать ты моего варвара убиваешь просто пошел смотреть твои города опять же для того чтобы возможно в будущем кидать у тебя караванчики ну во время союза когда зачем войну-то было объявлять сразу и чингисхан сначала а почему тихо поговорим вообще знаешь как разу из хана ты хоть и я я знаю что когда я слышал там никто тебе не обманывая сидишь на чем потрясающие выше не знаю интересно она сейчас по моему хуже работает интересно тебя сказать про его бонус может быть или что у нас и я знаю но все равно вот ну вот даже часть есть привет на тебе втык но это как бы я очень хорошо это просто чисто вот сказал поговорить обсудить я с тобой пошел на диалог мы просто я не знаю ух ты махенджи дару это кстати крутая ваши города а нет вот эти на этой карте мне махенджи дара быть союзником неплохо полная полную воду воду дают так вырубать или мне сейчас тут лес уже под амбар ну то есть я тут когда-нибудь коммерческий рынок в случае буду ставить а я не могу тропический лес я открыл возможность это делать за шипись к короче поплыли тогда этих рыб обрабатывать там но твоим вторым городом пробежит час поселок скорее всего ты можешь его забрать там он сопровождается разведом я думаю ты его убьешь нет так если что зачем не понял если что начать поселок никогда не нужен будет или что если он бессмысленно если я поставлю бы просто отвалит каком месте я тебе предлагаю забрать его стоит его может где угодно он сопровождается единождым разведом понимаешь просто вообще блин наличие рима в соседях неприятно надо быстрее вот эту территорию исследовать если тут нету прохода то окей а если есть то не окей хотя стой погоди ну ты ж мне ж дружбу кинул этот такого господи дон край мне дружбу кинул я его в любом случае даже не захвачу странное предложение было очень странно это было предложение не от дон края от его соперника тоже конечно прикольно такому человеку давать дружбу мы имеют такой нации ну ладно ну такой нации от его на австрии я думаю чтобы города брать 20 сколько ходов на строго за нет пока не ставим инженерию в рука не ставим поселям уже держать пока не делаем по другому-то не никак не работает давайте еще строителя тогда я не хочу пока наземные юниты строить что у нас по счету кто там в какой век выходит вообще тебе не слышно так пока михаил в обычный в обычный что я был к нам есть темный пивиур сити бург 3x а и нормус я нахо коммунист нету тут важно посмотри тут озеро тут явно какой-то проход будет я вижу что-то конец карты с другой стороны артемида 25 ход куда прям постарался это и я вот тут рим конечно рядом страде решил играть нет просто у меня выбора нет и дата нужно долечусь до конца и потом уже вы проще он гурай который кинул но меня там вообще голов и лысая коленка высокора так сказать селиться вообще не стоит если у тебя волосатая коленка ставь лайк а я не собираюсь туда селиться ибо там лояльность тогда зачем ты у меня поселка то украл объясни пожалуйста потому что ты меня войну бросил а почему я тебе бросил войну ты конечно объяснил но если ты вот видишь возможность существования в мире как бы зачем начинать мирит и у какой нации объяснение я потом сказал чтобы ты понимаешь я сразу тебе бросил потому что я предполагаю что ты мог выйти в караван и бросить меня сразу же караван поэтому я тебе объявил войну я потом на следующий же ход с тобой договорился о дружбе на одном только условии чтобы ты не бросал у меня каравана хотя бы ты видишь возможность существования в мире то есть без караванов у меня сразу с этого условия мира и понимаю что можно дружить некой нормальный пенсион налажив из того что было но войну все равно как бы безоговорочно кинул сразу просто уже просто рейдж осталось видел в м потому что я предполагаю эти повторяю что ты учитывая то что нашел культурную ггш к первым вышел в караваны и можешь сразу же бросить меня караван нет не нужно караван открывается 2 и социальным социальным институтом этого бы даже без грешки можно пустить ну ладно не на там пишите а где мне вырубить какой-то 15 и она давайте обработку бронза надо от этого ничего не надо рубить лица в тропе скоростные между нами там караван вряд ли бы дошел это как раз 3 будет варвар сейчас нормально прокачается обработка бронза микростропические леса надо рубить понимаете под я варвар не вижу между нами но сейчас нету потом будут это просто тоже очень душе я стопы договорился сразу же а ты на следующий ход не сразу а ты начал мне игру руинить забирать строителя ладно я это стерпел но поселка то ты моего зачем вообще забрал он тебе не нужен строитель уже мой если что как бы и хулигань михаил вот суши там между нами не особо много места вот я хочу вот здесь сейчас поставлю метку поставить город не прямо скоро но в принципе блин где тут михаил а как у тебя ник сейчас в игре нет михаил именовал блин класс мы играем на длина короче я я не могу михаилу клет метку поставить пуша не влазит его ник у меня раз два три 4 5 6 7 8 только 9 человек влазят на этом пока все продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных оно появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока пока